Темой нашего сегодняшнего видео будет, как улучшить зрение вашему ребенку. Почему у детей бывает плохое зрение? На самом деле у детей достаточно много проблем, которые могут вызвать ухудшение зрения. Но самыми распространенными проблемами являются проблемы с рефракцией или с оптикой глаза. Связаны они с формированием дальнозоркости или гиперметропии. Это, как правило, врожденный оптический дефект. А стигматизмом. Это неровность передней линзы глаза, роговицы. Это тоже, как правило, врожденный дефект. И близорукостью, которая возникает в период интенсивного роста тела ребенка. Поэтому, если с вашим ребенком было все хорошо до 8, до 9, до 10 лет, а потом резко ребенок стал видеть хуже вдаль, это говорит о том, что начала развиваться близорукость или миопия, которая снижает острозу зрения ребенка вдаль. Основным симптомом гиперметропии или дальнозоркости у ребенка является наличие сходящегося косоглазия, которое остается после 3-4 лет, а также повышенная утовляемость ребенка при работе на близком расстоянии с мелкими деталями. Что касается астигматизма, то его симптомы у детей также схожи с гиперметропией или дальнозоркостью. Постановка диагноза. Если у вас появились подозрения о том, что ваш ребенок плохо видит, как-то реагирует на дальние объекты, либо на ближние объекты, или сохраняется косоглазие в ту или иную сторону, следует, естественно, обратиться к офтальмологу. Для постановки более точного диагноза ребенок должен быть уже контактный. То есть реально обследовать ребенка мы можем, начиная с 3-4 лет, когда ребенок уже сможет адекватно называть какие-либо фигурки на таблице и сесть хотя бы за базовые аппараты. Тогда мы сможем определить, связана ли проблема со зрением, с дефектом оптической системы глаза или рефракции, или это проблема глубже, для которой нужно расширять зрачки и смотреть сетчатку. Если у ребенка близорукость, что делать? У вашего ребенка обнаружили близорукость. Это оптический дефект, связанный с тем, что ребенок плохо видит даль, но достаточно неплохо видит на близком расстоянии. Что с этим делать? Особенностью близорукости является то, что она растет по мере роста тела. Поэтому пока ребенок не достигнет 16, 17, 18 лет, близорукость может расти. Поэтому постоянные методы оптической коррекции в виде лазерной коррекции зрения будут иметь лишь временный эффект и не делаются у детей до 16-17 лет, так как мы можем получить нестабильный результат. На сегодняшний день для коррекции близорукости у детей до 16-летнего возраста используются три варианта. Это очки, дневные и ночные контактные линзы. Очки и дневные контактные линзы никак не влияют на рост близорукости. Поэтому, используя эти методы коррекции, близорукость также может расти. Ночные контактные линзы, благодаря тому, что ребенок видит в них 24 часа в сутки и в линзе, и без нее, позволяет тормозить, либо останавливает рост близорукости у ребенка. С чем это связано? Надевая ночные контактные линзы на ночь, линза своим действием перепрофилирует оптическую силу роговицы и, снимая ее с утра, ребенок получает хорошее зрение целый день уже без необходимости ношения этой линзы. Благодаря чему головной мозг не понимает, что у ребенка есть близорукость и внутренние механизмы, которые запускают прогрессирование данного состояния, они просто перестают работать. То есть, по факту мы обманываем природу роста и прогрессирование близорукости. Также, благодаря тому, что ночные контактные линзы используются только ночью, в течение дня ваш ребенок свободен от таких методов коррекции, как очки, допустим, или дневные контактные линзы. Поэтому спортивные упражнения и любые другие активности, свойственные детям, они более безопасны, чем при использовании очков либо дневных контактных линз. Вы всегда можете более подробно ознакомиться о ночных контактных линз на нашем сайте или на YouTube-канале. Как можно улучшить зрение ребенка при гиперметропии? Гиперметропия – это врожденный оптический дефект, при котором размер глаза меньше, чем рассчитан оптический аппарат глазом. По факту у детей с гиперметропией с 6 лет уже глаз не растет и не изменяется, поэтому тот плюс, который продиагностировали там в 5, 6, 7, 8 лет, он стабилен уже в течение всей жизни. При гиперметропии или дальнозоркости зрение ребенка достаточно тяжелое, потому что нет точки ясного зрения. И ребенок достаточно сильно напрягает автофокусирующую или аккомендационную систему глаза при работе на близком расстоянии с мелкими деталями и умеренно напрягает при взгляде вдаль. Именно поэтому, по сути дела, внутренние мышцы глаза находятся в постоянном тонусе, что вызывает усталость у ребенка, сниженное внимание, головные боли и, возможно, даже косоглазие. Учитывая, что гиперметропия стабильна уже начиная с 6-7 лет, лазерную коррекцию делать можно. В нашей клинике мы начинаем планировать лазерную коррекцию у детей с гиперметропией, начиная с 9-10 лет, когда ребенок уже морально готов перенести эту процедуру. Поэтому, если вашему ребенку поставили диагноз гиперметропия или астигматизм, нет смысла ждать 16-17 лет, как при близорукости. Можно делать лазерную коррекцию гораздо раньше. Лазерная коррекция у детей такого возраста практически ничем не отличается от лазерной коррекции у взрослых. Поэтому она проходит в течение 10-12 минут быстро, безопасно и эффективно. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать в комментариях под этим видео. Продолжение следует...